Что вообще реально происходит в детали? Сколько человек погибло? Какая вот сейчас-то обстановка? Ребятушки, всем привет! Сегодня будем обсуждать очень важную тему, накипевшую. Скажем свое мнение насчет того, что мы думаем по этому поводу и дадим какие-то, может быть, свои рекомендации, насколько мы имеем право давать какие-либо кому-то рекомендации. Сегодня мне будут задавать вопросы, а я буду на них отвечать. Некоторые вопросы вы задавали мне в личку, некоторые писали в ответ на сториз. Так или иначе, я ваши вопросы зафиксировала. Бытует такой слух, что коронавирус – это информационная война. Даже некоторые считают, что коронавируса как заболевания никакого не существует, потому что все симптомы абсолютно схожи с обыкновенным гриппом, там кто-то с простудой меряет. У кого-то вообще протекает бессимптомно, и люди не понимают, почему стоит поднимать такой хай из-за обычной рядовой вещицы. Есть и абсолютно противоположное мнение о том, что это прям все страшно, мы все сдохнем. Давайте так. Можно я буду говорить неформатно? Я хочу поговорить честно с вами сегодня. Если вы на это готовы, поставьте, пожалуйста, лайк. Заодно я буду знать, что вы меня все хорошо слышите. Большинство из нас не имеет представления о том, как дела встают на самом деле. Однако мы можем придерживаться мер предосторожности. Не нужно считать, что вы кажетесь там смешными. Не нужно бояться преодолеть социальный барьер, если вы не подадите кому-то руку для рукопожатия. Это все на данный момент не настолько актуально и важно, насколько актуально и важно наше с вами здоровье. Вот, теперь слышно хорошо, здорово. Интернет стал барахлить с тех пор, как мы ушли на карантин, на вот эту самоизоляцию, да, как она еще называется. Ребят, задавайте мне свои вопросы здесь, в чат. Я вас прекрасно всех вижу, и я буду отвечать на ваши вопросы. А пока договорю то, что я хотела сказать. Панику-то не сеем. Дышим ровно, дышим глубоко. Туалетную бумагу скупать не надо. Если кто-то сделал это, то ничего страшного, будет она лежать. Она, слава богу, не портится. Для чего вам дают информацию? Вам дают информацию для того, чтобы вы были предупреждены и придерживались мер предосторожности. Какие меры предосторожности? Давайте сейчас, пока нет вопросов, я вам расскажу, а вы набрасывайте вопросы мне. Какие меры предосторожности? Нас предупреждали сначала об этом без выпуска разнообразных законов, со штрафами и с уголовной ответственностью. Но мы же не понимаем, мы же не слушаем, потому что итальянцы такой народ, они все горячие, они любят встречаться, целуются при встрече, естественно, жмут друг другу руки, и женщины тоже. То есть, да, вирус получает большое распространение здесь именно от того, что здесь такой менталитет, от того, что они дня не могут прожить без своих посиделок там в кафешках, в ресторанах, они постоянно где-то встречаются большими компаниями, вот поэтому и заслужили. Итак, какие меры предосторожности? Первое, что нужно делать, это, ребят, мыть руки, как можно чаще мыть руки с антисептиком. До начала карантина, но когда школы уже закрылись, мы с ребёнком поехали за антисептиком в магазин, и выяснилось, что его нет. Его нет уже, ну, месяц. Антисептиков нет в магазине. О чём это говорит? О том, что люди всё-таки маломальски как-то начали готовиться. Но они по-прежнему ходили по ресторанам. 8 марта, все рестораны переполнены. Помимо того, чтобы мыть руки, что мы ещё делаем? Мы дезинфицируем все поверхности. Это второе. В офисах это, кстати, обязательно. Без этого не работали офисы до того, как они закрылись. Сейчас, конечно, всё уже позакрывалось у нас к чертям. Следующая мера предосторожности – это снимать себе одежду после того, как ты пришёл с улицы. Как это работает? Нужно, во-первых, оставить одежду либо до входа, либо где-то сразу на балкон. Ну, в общем, сильно не маячить по дому в одежде, в которой ты был на улице. Одежду оставляем у входа и тщательно моем руки. Некоторые советуют сначала прийти, вымыть руки, потом снять с себя эту одежду, вывесить её на солнце на 12 часов, на проветривание на 3 дня. Ещё раз помыть руки, после чего обязательно обработать антисептиком. Это уж что прям совсем наверняка. Тут, наверное, зависит от того, как и где у вас располагается умывальник, потому что если мне нужно перейти через всю квартиру, для того, чтобы помыть руки, то я в этом пальто, конечно, не пойду. Пальто я оставляю на вешалке сразу ещё до входа в квартиру. Вымываю, иду руки, потом снимаюсь там одежду, в которой я была, переодеваюсь домашней, а ту одежду аккуратно, не тряся её ни в чём, вывешиваю за окно. Туда же я потом приношу аккуратно и своё пальто. На солнце вывешиваю, оно там висит. Да, вирус гибнет на солнце. Откуда? Из интернета. У нас вся информация из интернета сейчас, потому что, к сожалению, мы не имеем других источников информации на данный момент. Я ни с кем не встречаюсь, уже больше недели я нахожусь дома, ни с кем не контактирую лично. Что нужно ещё делать? Например, вы вынуждены с кем-то были пообщаться. Ежедневно выходит стрим нашего мэра города, который обозначает какие-то текущие проблемы, вопросы, говорит о том, что сделано, что не сделано, какие планы, сколько заболело, сколько умерло и так далее. Вчера, кстати, у нас умерло два человека, по-моему. Одна женщина 48 лет, а другая 69, как-то так. Это только по нашей деревне, потом скажу другие цифры по Италии. Окей, хорошо. Пить воду нужно обязательно каждые 15 минут для того, чтобы смачивать слизистую. Слизистая где у нас есть? В носу. Значит, нос хорошо бы промыть морской водой. Морскую воду можно купить в аптеке? Можно купить. Хотите, сделайте сами себе морской раствор. Не морской раствор, а этот соляной раствор. Намешайте себе как для полоскания горлом, только более сладый раствор там и промывание носа себе делайте. Потом вы смаркиваетесь. Это важно для того, чтобы вирус не оседал на слизистой. Если вирус попадает в горло, вы можете его проглотить. С водой вы его глотаете, и он нейтрализуется. В пищеварительном тракте он нейтрализуется за счет кислот, за счет наших пищеварительных ферментов. Сама по себе частичка вируса, она большая. Если вы помните, я говорила в своем видео, кто смотрел, и она не находится в воздухе долго. Это хорошо. Зато она оседает на поверхности. Так вот, на металлических поверхностях эта частичка вируса остается, задерживается дольше всего. Поэтому, если вы держались в общественном транспорте за поручни, вот за эти железные, да, или там вы в подъезде, например, в общем подъезде ручку эту железную открываете, это повышенная зона риска, ребят. Обязательно после этого тщательнейшим образом мойте руки. У нас сейчас даже инструкции вышли, печатные инструкции, можно скачать себе или просто почитать. Когда еще у нас были открыты всякого рода заведения, там, магазины и прочее, обязательно нужно было на каждую дверь повесить еще эту распечатку, чтобы люди видели. Не просто вот так моем руки, а моем руки вниз ладошками, вниз, чтобы с пальцев стекала вода. Моем каждую сторону, здесь и здесь. Потом вот такими вот движениями промываем так, чтобы под ногти зашло мыло. Так, вот так промываем, вот так, ну, короче, вот так потом. Всякими разными движениями просто намочить руки водой или быстренько там сполоснуть как-то еле-еле мылом не пойдет. Обратите на это внимание. Кстати, я даже мою продукты, которые приношу из магазина. Не только там фрукты и овощи я мою, то, что непосредственно ест. Я даже мою упаковки, там всего, допустим, хлеб в упаковке я принесла, я мою упаковку. Я мою все консервы и все это в антисептике. Ну, прям, я не знаю уже, что больше делать. Девочкам насчет волос можно не беспокоиться, волосы можно не мыть там специально более часто, чем вы моете обычно. Конечно же, не контактировать с людьми или как можно меньше контактировать. Это чертовски, ребят, важно. Мы пренебрегаем этим, наверное, больше всего, а это чертовски важно, потому что вирус этот и опасен тем, что он передается очень быстро и часто проходит бессимптомно. То есть мы можем не знать, что мы являемся переносчиками вируса. Почему первых закрыли детей? Потому что дети легче всего переносят вирус, но они приносят его домой и распространяют среди своих уже зрелых родителей. Либо если дети встречаются с бабушками, с дедушками, то они становятся заразой для них. А бабушки и дедушки больше всего склонны погибать после такого заболевания. Лифт, поручни общественного транспорта – все это понятно. Старайтесь не нажимать руками. А, кстати, если есть трещинки какие-то на руках, какие-то маленькие порезы или что-то, то вирус туда может проникать. Просто если он попал на кожу, ничего не станет. Но вот в трещинке, в микрораны, там если вы маникюр, допустим, сделали, порезались, то туда вирус может проникать. Почему говорят, не чешите глаза, нос и рот? Вообще не трогайте лицо, если вы находитесь в общественном месте, даже просто на улице, потому что пока вы чешете, вы можете этот вирус туда себе запихать. И потом он уже у вас внутри находится. Его уже потом никак оттуда не уберешь. Тренажерные залы, танцы, рестораны, кафе – короче, все места, где собираются люди. Это тоже повышенная зона риска. Ходите вы на йогу, перестаньте туда ходить. У нас, кстати, йога, к несчастью, закрылась в самую последнюю очередь, когда уже был даже введен карантин. Это очень неправильно. Прежде чем ввести карантин, у нас ввели дистанцию метр между людьми. И думалось, что это поможет. Но то ли люди такие, то ли мера такая-никакая. Ну, в общем, это не помогло. Все должно работать в комплексе. И только тогда, когда мы исключим все возможности заражения, все риски заражения, только тогда произойдет сдвиг в какую-то лучшую сторону. Сейчас, когда мы закрыты на карантин или на самоизоляцию уже больше недели, только сейчас наша статистика, скажем так, заболевания умерших, пострадавших и выздоровевших начинает разворачиваться в обратную сторону. Происходит это крайне медленно. Крайне медленно. Как у вас происходит оплата заработной платы, если вы сейчас дома? Ну, вообще заработную плату уже не наличкой отдают. Поэтому заработная плата выплачивается обыкновенно. Мы еще не дошли, правда, до этого этапа получения заработной платы. Поэтому мы точно не знаем. Также мы еще точно пока даже не знаем, на каких условиях мы здесь дома находимся, те, кто не работает. Сейчас, пока у нас есть еще дни отпуска, вот у супруга, допустим, дни отпуска еще есть, он их дома сейчас отбывает. Если карантин выйдет за период отпускных дней, я не знаю, что будет, потому что, ну, это не формат, да, никто этого не знает. Сейчас пока оплачиваем отпуск. Поэтому мы не сможем поехать никуда в наши дни отпуска, он проходит у нас сейчас дома. Кстати, выплата кредитов остановилась пока что. Кредиты сейчас не платятся, никто не ждет от вас, что вы будете резко там подпрыгивать и что-то делать, ведь банки тоже закрыты, работают автобусники пока что работают, те, кто водит автобус. Автобусы пока ездят, но они пустые, я вообще не понимаю, почему они ездят. Ну, видимо, потому что это все-таки какая-то государственная программа, мол, нужно обеспечить общественный транспорт, мало ли кому он понадобится. Но сейчас рассматривается декрет по поводу того, чтобы закрыть общественный транспорт, и есть такой вариант, что введут ужесточение мер, оставят, в общем, нас только с нашим личным транспортом, у кого есть, либо введут какой-то маленький общественный транспорт, типа заказной, что-то вроде маршруток. Я думаю, что давно пора уже было это сделать, потому что нет смысла никакого гонять эти автобусы пустые туда-сюда. И человек ездит, работает, пусть бы он тоже шел отдыхать, тихонечко посидел бы у себя на карантине дома, на изоляции. А кому нужно, тот бы справился и своим каким-то ходом, либо действительно запустили бы эти маленькие маршрутки. Было бы и экономичнее для государства, и для нас тоже удобнее, потому что не раз там в два часа этот автобус бы ходил, а эта маршруточка бы туда-сюда циркулировала. Кому нужно, тот бы сел на нее. Я поотвечаю на вопросы, которые прислали мне в личку. Андрей Якимович спрашивает, какие госуслуги дают сбои и как долго? Свет, вода, газ, мусор, интернет и все прочее. Пока что ничего не было замечено, ведь, как я уже сказала, мы находимся дома и других коммуникаций, какой-то вот такой широкой информации у нас сейчас нет, мы можем наблюдать только потому, что происходит у нас. Лично у нас сбоев в воде нету, есть сбои в интернете. Интернет действительно барахлит, он уже барахлит целую неделю. Я надеялась, что мне хватит качества интернета. Прежде у меня всегда хватало, и собиралось на эфирах и по 70 человек, и интернет все хорошо тянул. Сейчас нет. Страшно подумать, если то же самое произойдет из подачи воды, потому что вода все-таки такой ресурс, без которого никуда. Кстати, по поводу этого, по поводу воды и туалетной бумаги. В Ютубе один блогер рассказывал, почему все-таки туалетную бумагу закупают в России. Потому что, говорит, есть выбор. Если отключат воду, если люди, которые работают на водоснабжении, также уйдут в карантин, как и все остальные работники, как и все остальные люди. И, допустим, подача воды будет обеспечиваться час в день или два часа в день. Мы эту водичку будем себе там куда-то наливать в кастрюльке, да, и у нас будет ограниченное количество воды. Что мы будем тогда делать? Некоторые шутят, говорят, нафига вам туалетная бумага, жопу же можно помыть. Как бы да. Но, говорит он, когда у тебя будет литр воды на вес золота, ты подумаешь, что тебе лучше сделать, пойти помыть жопу, да, или сварить макарон. Либо ты, говорит, как это ты литр распределишь? Ты сваришь макароны, а потом этой водой помоешь? Или ты помоешь, а потом в этом сваришь? В общем, ну, такие немножко драконские, конечно, идеи. Но вы понимаете, что не исключён, ведь это такой сценарий. Конечно, это жёстко всё, да, и пока что не укладывается в головах у тех, кто, может быть, не столкнулся лицом к лицу. Да и не надо вам сталкиваться. Поверьте, многие уже столкнулись и хлебнули. Но не надо же лично вам это узнать для того, чтобы понять, что всё серьёзно. Ребята, всё серьёзно. Мы не будем сейчас вникать в политические дискуссии, кому это нужно, кому это не нужно, война, не война. Давайте смотреть на реальные вещи. Реально люди гибнут? Гибнут. Реально мест в больницах не хватает? Не хватает. Почему люди гибнут? Может быть, они и выздоровели бы, так им не была оказана вовремя помощь. Почему? Потому что не хватает мест в больницах. Не хватает мест. Когда 10-20 заболевших привозят в госпиталь, а у врача всего два аппарата на вентиляцию лёгких. Кто эти люди? Это старики, это люди среднего возраста. Это те люди, которые имели раньше определённые проблемы со здоровьем, и потом вирус их добил, просто у них не выдержал иммунитет. Курящие люди, конечно же, входят в зону риска. 10-20 заболевших привозят в госпиталь, а у врача всего два аппарата на вентиляцию лёгких. Что ему делать? Он должен выбрать из этих всех. А кого ему выбрать? Старушку, мальчика, тётеньку? Такая ситуация непростая ни для врачей, ни для нас. А между прочим, врачи, каждый раз сталкиваясь и пытаясь вылечить, тоже рискуют своей жизнью. Кстати, по статистике, каждый десятый заболевший – это работник медперсонала. Поэтому мы их очень сильно подставляем. А они очень сильно рискуют за нас. Не нужно ли, по-вашему, снизить для них риск? Ну вот просто даже чисто по-человечески. Как вы считаете? Нам не терпится сходить там погулять, с друзьями встретиться. А, это пофиг, я не заболею. Я-то, может, и не заболею. Но если у меня поднимется температура, в моём офисе её измерят, не в моём я уже не работаю, у вас в офисе вам измерят температуру, у вас она окажется повышенная, что будут делать? Вас повезут на обследование. На обследовании врачи будут рисковать своим здоровьем. Выявится или не выявится у вас коронавирус, дай бог, чтобы не выявился. Но если выявится, то врачи должны будут обеспечить вам место, необходимые там процедуры, аппараты и так далее. Банки выделяют 100 миллионов евро, ребята, для поддержки национальной системы здравоохранения. Для чего это делается? Чтобы создать дополнительное койко-место в больницах с инвентарём для вентиляции лёгких, в общем, со всей необходимой аппаратурой для интенсивной терапии. 2500 новых койко-мест, потому что их не хватает. По поводу статистики, давайте я вам скажу. Заболевших за сутки сегодня 2271 заболевший по всей Италии. Из них 634 человека заболело только в одном Милане за одни сутки. Почему это происходит? Потому что они всё время куда-то ходят, они никогда не слушаются, они не понимают, как сейчас люди хитрят для того, чтобы нарушить этот закон, чтобы выйти куда-нибудь, мол, не сидеться дома. Вот раньше же нам всё время сиделось, вот улица открыта, иди, нет, мы сидим за компьютером. Сейчас нам резко припёрло, мы все резко стали спортсменами. Вчера мужика споймали, он шёл якобы из магазина, встречается ему полиция, начинают проверять, спрашивать чего-то. На улице ходишь, он, мол, я, говорит, делала покупку в супермаркете. Пожалуйста, покажи чек. Он показал, но он реально шёл с покупкой, с пакетом. Он показывает свой чек, а у него покупка сделана 5 часов назад. То есть он под видом покупки бастялся ещё где-то 5 часов и создавал риск для окружающих. А между прочим, создавать риск и ставить под угрозу общественное здоровье. Теперь у нас эта статья. Я думаю, что и к вам дойдёт эта тенденция. Ребята, если вы не будете слушаться рекомендаций. Да, рекомендации можно не слушаться, это же рекомендации. А мы как бы приучены слушать только закон. Но поверьте мне, когда это станет законом, будет жёстко. А жёстко мы все не хотим. Мы начинаем жаловаться на правительство, мы начинаем искать лазейки. Не надо искать лазейки. Просто, пожалуйста, послушайте, весь мир дохнет. В Италии умерло больше человек, чем в Китае и Корее за всю историю существования коронавируса. В интернете хотелось бы увидеть больше информации по поводу того, как диагностировать у себя коронавирус. Потому что паника создаётся именно от того, что мы не знаем информации, мы не знаем, как себя от этого реально обезопасить. Потому что правительство там что-то себе предпринимает, но мы логику пока не улавливаем. Что делать, если заболели твои близкие? Что вообще из себя этот вирус представляет? Какая в нём опасность? Всё вот это, конечно же, на данный момент непонятно. И я пытаюсь это понять какими-то своими силами, потому что об этом никто видео не снимает. Это же не хайповая тема. Хайповая тема — это кто где умер и что всё плохо. И давайте сейчас скупайте гречку, туалетную бумагу и макароны. Ну, скупите вы их. Один вон умер в своих консервах, погиб от паники от своей. В Америке вообще давно уже статистика, много лет, о том, что люди от стресса погибают чаще, чем от всяких заболеваний. Потому что они верят в то, что стресс — это губительно. Давайте посмотрим с другой стороны на ситуацию. Во-первых, никто нас не просил паниковать. Все эти меры делаются для того, чтобы как-то улучшить ситуацию. Но нам нужно постоянно сканировать информацию, которую дают нам СМИ, своими мозгами. Если мы будем думать своими мозгами, окей, хорошо, там все скупают туалетную бумагу. Мне зачем лично? Мне туалетная бумага. И сколько мне её нужно? Ну, хорошо, куплю её на месяц. Хорошо, допустим, если бумага у меня закончится, а в магазинах её не будет из-за придурков, которые её купили, то, наверное, мне нечем будет вытирать своё там же. Я могу тогда воспользоваться чем-то другим, допустим, той же водой, если она у меня будет. Теми же там какими-то полотенцами. Ну, короче, я должна прикинуть, сколько мне нужно бумаги реально. Не так, чтобы запасаться на 10 лет, потому что все эти потом кучи бумаги, стопки, консерв и залежи макарон будут у вас лежать много лет. Вы их не съедите все. Пока что ещё продукты есть и поступают. То, что вы видите пустые полки в магазинах, это результат хаоса и паники. Опять же, я это слово повторяю много раз. Паника, паника, паника. Это не потому, что эти продукты не завозят. Это потому, что их сметают мгновенно. На одного человека приходится 10 огромных уже пачек по 20 рулонов туалетной бумаги, там консерв набирают, каких-то ещё там всего подряд, косметики. Потом так же они делают и в аптеках. Люди начинают скупать инсулина. Нормальному человеку, который не паникует, который сидит дома, спокойно придерживается мер предосторожности. Не найдётся в аптеке инсулина. Вы можете себе представить? Он пойдёт в аптеку спокойно себе купить препарат, столько, сколько ему нужно. А у него не будет его. Вы что делаете, ребят? Вы что делаете своей паникой? Это, конечно, жесть. Я призываю вас к рациональному подходу. Думайте, что и зачем вы покупаете. Сколько вам этого нужно? Сколько членов семьи будут это употреблять? За сколько бы вы в обычной жизни это употребили? В конце концов, умерьте количество съеденного, и вам хватит на дольше. Не нужно там зажираться. Мы сейчас, наоборот, в карантинах. Я вот как не посмотрю. Прикол прям такой начинается. Все там жрут на карантине, сидят. Значит, если нечего делать, там все уже начинают набирать вес. Мол, выходить нельзя. Что ещё остаётся делать? Как не жрать? Конечно, вы же купили теперь как слону. Вот и будете слоном. Маски тоже собираются производить в Италии. Сейчас, конечно, итальянское правительство очень сильно озадачено тем, где искать маски. Масок уже давным-давно у нас нет. У меня, к счастью, нашлись маски ещё с тех пор, как я работала эстетистом. Косметологом, я имею в виду. Так что маски у нас в цене. Прошла у нас уже волна несанкционированной продажи масок, когда кто-то там где-то ещё успел отхватить оптом масок и продавал их у нас за полтора евро. Но это уже было давно. Все вы уже об этом знаете. Сейчас их просто нигде нету. В первую очередь маски, конечно, поставляют сами персоналы в медицинские учреждения. Если будет всё-таки затруднение с тем, чтобы найти их где-то в Европе для поставок в Италию в таком количестве, то планируется ввести производство масок в Италии, либо расширить уже имеющееся производство. И таким образом понадобится более 40 миллионов масок в месяц для того, чтобы пережить нам эти ужасные дни. Экономика на спад летит к хренам. Молодёжь, молодые специалисты, я имею в виду, сидят без постоянных контрактов. Это очень плохо. Они, конечно, прозябают. Медики работают на износ без выходных. С медиками лучше не шутить сейчас. Кстати, по поводу медиков, они вообще сейчас ничего не лечат, кроме коронавируса. Они прям все переспециализировались только на одну лишь тему. И по этой теме вот прям они работают с утра до вечера. На прошлой неделе, например, личный случай, да, была температура каждый день 37,2-37,3. Она мне держалась 6 дней. Я пишу своему врачу, то есть я же идти не могу к нему, да, я и пишу ему. Врач, врач, говорю. Чем бы это мне полечиться и вообще, что это у меня за такие симптомы интересные, что у меня после обеда поднимается температура? Такое ощущение, что шаблонным сообщением он мне отвечает так. Если выше температура, чем 38,5, то пей текиперину, это типа средство с парацетамолом, и оставайся дома. То есть если у меня какое-то там другое заболевание, вот иммунное, может, там у кого-то обострился гастрит, у кого-то там, я не знаю, понос начался или ещё что-то. Всё сейчас неважно на фоне того, что происходит. И действительно, врачам просто некогда, они взрываются. Поэтому болеть сейчас даже страшно. Даже обычные простуды некогда, нельзя. Если, например, обнаруживается, что кто-то болеет, то на изоляцию усадят всех людей, с которыми человек был в контакте неделю, а то и две, я не помню точно. Был в контакте, это значит, здоровался за руку, пил кофе, не говоря уже о домашних. Домашних сразу всех на карантин. И, в общем, так всех людей, с кем за неделю он контактировал. А теперь подумайте, откуда будут места в больницах. Конечно, их не будет, потому что все на карантине. А теперь подумайте, сколько это все, сколько людей должны уйти на карантин, просто потому что они с вами контактировали. Потому что вы не знали, допустим, что больны, или там кто-то не знал, что болен. С каким количеством людей человек контактирует обычно в неделю в среднем? 10, 20, 30? Понимаете, да? Люди-то не виноваты в том, что они с вами контактировали. Может, вам там продавец продавал что-нибудь, деньги у вас взял, и теперь она оказалась в зоне риска, потому что вы оказались зараженным. Но неделю назад вы об этом не знали, выходили в магазин, по барам там или еще вот это. Я хочу найти инструкцию, понимаете, не просто я там из головы. Ну, конечно, вы можете здравым смыслом руководствовать, но я хочу найти инструкции для вас. Потому что вас пока только пугают, а инструкции не пишут. Вот это вот зря. Профессора сидят, работают целые компании, целые организации по здравоохранению. Работают. На что они работают? На то, чтобы говорить вам, покупать или не покупать туалетную бумагу, ну, неужели вы настолько глупы? Когда переболевший становится незаразным, меня интересует. Важно? Важно. Я думаю, что знание этой информации помогло бы нам справиться с паникой. Хочется более глубоко, более как-то развернуто. Понять конкретные риски для себя. Какую-то табличку, допустим, я хочу увидеть. Либо какой-то перечень, например, там люди с такими-то заболеваниями, насколько подвержены люди, там с низким иммунитетом, тому-то и тому-то подвержены. То есть что случается с теми, с теми, с теми? Уже какую-то статистику можно было сделать, правда? Если столько людей попали под влияние этого вируса и находились в медицинских учреждениях. В какой момент нужно начинать сидеть дома? Тоже непонятно. Если вас не посадят на карантин, вы не будете понимать необходимость сидеть дома. Я хочу найти информацию о том, когда все-таки нужно, как своим умом сообразить, что вам пора сидеть дома без вот таких жестких мер. Итак, ребят, спасибо вам, что были со мной сегодня в прямом эфире. Давайте вместе участвовать в этой дискуссии. Это очень важный момент. Если вы с чем-то не согласны, тоже напишите мне. Всем пока, ребятушки. Хорошего вам дня. Субтитры сделал DimaTorzok